Я думал, что у нас не всерьез, я думал смогу жить без тебя, но еще не было ни дня, чтобы я не думал о тебе, Москва. И вот только выхожу работать. Сейчас выйду на линию. Кстати, ребят, благодаря вам сегодня я работаю без комиссии Яндекса. То есть у меня вчера мне уже где-то в обед пришел промик один на работу без комиссии. Я, к сожалению, не могу посмотреть, от кого мне этот промик пришел, но я выражаю огромную благодарность всем, кто регистрируется самозанятым, используя мой промокод, который вы сейчас видите на экране. Огромное спасибо. А если вы еще не работали как самозанятый, то рекомендую зарегистрироваться, указывать мой промокод, пожалуйста, и вы получите три промика на работу без комиссии Яндекса по 12 часов. Также у вас будет плюс 5 баллов приоритета на постоянку, и поначалу вам будут баллы, которые за заказы, они будут повышены. То есть сейчас мне, допустим, за комфорт плюс дают 40 баллов. А когда я только стал самозанятым, мне давали за комфорт плюс, там, по-моему, 50, на 10, по-моему, или на 15 больше. То есть если вы сейчас, допустим, не успеваете до золота, до платины докатать, а вам это нужно позарез, то вот как вариант чуть больше баллов будет и чуть быстрее накатаете. Поэтому, ребятушки, мой промокод будет в описании, на экране. Регистрируйтесь. Ну, а я поехал работать. Удачной вам смены. Ребятушки, ну, если вы думаете, где взять автомобиль в аренду, то рекомендую «Токсопарк Полет». А по промокоду «Полетели» и скидка будет на аренду 500 рублей. Ссылки все будут в описании. Звоните, узнавайте, пользуйтесь. Активирую промокод. Так, промокод. 12 часов со сниженной комиссией. Применить. Все. Так, он уже активирован, наверное, да? И мне тут заказ прилетел. Это подача их 6 минут. Поселок Марина. А что ты мне маршрут не строишь? Навигатор. Ау. В общем, сейчас буду разбираться, что это с Яндексом. И вот каждый день какие-то приколюхи от Яндекса. Так, мне надо пристегнуться срочно, а то этот писк меня уже достал. 25 минут. 422. Скинули 430 рублей на карту. 8 рублей летят в копилочку. Так. Где это мы? Мы. Поселок Мост-Рентген. Чуть-чуть не доехали до МКАДА. Идем заказ. Поеду-ка я заправлюсь, пока нормальный работок не начал. Потому что у меня запасход всего на 112 километров. Как правило, нужная мне заправка не всегда оказывается близко. А тут она всего лишь в 7 минутах езды. Поэтому я сейчас разворачиваюсь. А вот, можно же прямо проехать. И еду на нефтьмагистраль. Заправляться. Ну и дальше работаю. Смотрите, какая машина. Это какая-то самодельная, что ли. Я даже не знаю. Или не самодельная. Но выглядит прикольно. Необычно. Заказ прилетела. Долгая поездка. 1,07 коэффициент. Поселок Вороновское. Миграционный центр. Варшавское шоссе. Ну, посмотрим. Сколько это будет по деньгам. Коэффициент 1,07. Тот заказ отменили. Прилетел другой 1,19. Коэффициент. Дальная подача. Ну что, едем? Может и хорошо, что куда-то там в деревню не поехал. А может и нет. 23 минуты. 710 рублей. Перезагрузил приложение. Сразу же заказ. Пришел. Старокрымская улица. Куда поедем, я пока не знаю. Ну да ладно. Сейчас до заказа ехать 10 минут. Коэффициент 1,09. Хорошо с замкадом, да? Парковки бесплатные. Ой. Хочу сделать видео, почему не стоит приезжать в Москву работать в такси. Надеюсь, будет интересно. 20 минут. Ну, 19. Приехали бы быстрее. Просто гришники остановили. 591 рубль. Так, и тут заказ с комментарием. Прошу приехать водителя славянской внешности. 18 минут. 382 рубля. Это вот там, где нужно водителя славянской внешности. Опять кайф потухли. Перезапустил приложение. Вышел, зашел с линии. И упал заказ. С коэффициентом 1,09. До подачи ехать 5 минут. 26 минут. 664 рубля. Вегас. Какой-то здесь. И мы опять за замкадом. Ой, ребятушки. Опоздание на 2 минуты. До заказа ехать еще 3 минуты. Оршанская улица 4. Кэфа, как всегда, нет. Где я? Ну, вон, ничего. Надо как-то выбираться уже в цивилизацию. А то меня по окраинам кидает. И какие-то заказы не очень. Я пока ничего еще не заработал. Просто 2700 за 5 заказов грязные. А до конца смены у меня осталось, кстати, не знаю, сколько. Часов 8, наверное. Ну, то есть, прям совсем все печально. 9 минут. 216 рублей. Следующий заказ. 18 минут. 430 рублей. 450 скинули на карту. Тут куча кэфов. А заказов нет. Заказ, на который я уже опаздываю. Опять. Поедем в Москву. Поставил кнопку по делам. Да, в ДНХ. Там с Саней встретимся. Перекусим. И вот на Дербеневскую поедем. 43 минуты. 801 рубль. Так. Заказ прилетел с коэффициентом 1,27. Сейчас на нефтемагистрали пообедали с Саней. Перекусили. Санечек, он тоже работал, поехал. Ой, блин. Все, ему тоже заказ стрельнул. У меня заказ стрельнул. Только у него кэф 1,05. У меня 1,27 кэф. Все. Надо присягнуться и ехать. 26 минут. 719 рублей. Следующий заказ. До подачи 2 минуты. Николаева 1. Не звоните. Сажу. Большая приборская 1,05. 13 минут. 368 рублей. Так. Мне до подачи тут ехать 5 минут. Поехать мне 3 минут. Отдают на подачу 5. Так. Ну, хорошо. Куда ты поедешь? А, ты туда прохватываться будешь. Ладно, давай ждем. 22 минуты. 424 рубля. И следующий заказ с коэффициентом 1,11 что ли? 10 минут. 298 рублей. И тут заказ прилетел до Шереметьево. 1 час 24 минуты. Посмотрим, сколько будет стоить. Даже с каким-то коэффициентом. Шереметьево 1 час 40. Должны были ехать 1 час 20. Еще толкаемся вот здесь. Еще обычный терминал для вылета. Вот. Ну, с той стороны. Против положенной дороги. Здесь он привел сюда. Завершить. 2084 рубля. 1 час 43. Заезжайте в синюю зону. Да. Ну, надо теперь в синюю зону туда ехать. Тут все. Стоит маршрут. Поехали. Битком все стоит. Приехал на парковку аэропорта. Он мне даже в очередь не ставил. Но вот сейчас прилетел заказ. С шарика терминал В. Выход 4. Поехал на разворот. Здесь можно подать. Там опять же столкаться в пробке. В дикле вообще. 15 минут. С шарика. 690 рублей. Вот долгопрудный. Это, да. Мне вот надо теперь как-то в Москву выбираться. Что тут с кэфом. Может что-нибудь пойдет. Но я думаю, что я сейчас поставлю кнопку по делам куда-нибудь. Чтобы указать на карте. Давай на другой конец Москвы. Маршрут. Поехали. Так. По делам. Указать на карте. Поехали. И может что-нибудь даст. Вот сегодня вроде пятница. Время 8 часов. Мне осталось буквально 30 минут до конца действия промика. А я сделал всего сегодня по телефону. Опять приложение. Как меня бесит это обновление. Просто какой-то ужас. Дикий. Она так тупит. Просто нереально. Короче, я сделал сегодня всего 14 заказов. 8-800 грязью. И это вообще какая-то дичь. Я уже не знаю, что делать. Вот все. Я сейчас вышел на линию. Я, наверное, сегодня буду кататься до победного. До посинения. Не знаю. Вот я сейчас в Долгопрудном. Тут кафе горят. Посмотрим, что будет позже. В общем, ждем следующий заказ. Вот дальняя поездка. Красногорск. Ехать 44 минуты. Даже какой-то коэффициент есть. Это уже хорошо. Не зря. Вот надо было кофеек выпить. Вот взял кофеечек. И вот сразу работа пошла. Наверное. Не знаю еще. Но дальний заказ меня радует. 51 минута. Красногорск. 1107. Наличка. Так. Тут заказ прилетел до Апрелевки. Где это? Апрелевка находится. О. Отлично. И потом поедем домой. Тут что с этого же дома. С этого же дома заказ. Прикольно. Сейчас. Про круто нелось. 59 минут. 1695 рублей. Это какая-то дичь вообще. Ну, заказ нормальный. Но Яндекс почему-то поедал по платной дороге. Не сказав. Ну, то есть, ни какого уведомления. Ничего. Не показав. И в итоге пассажирка такая, типа, вам надеюсь, Яндекс оплатит? Я говорю, да я сейчас буду туда писать, разбираться. Она говорит, ну, на тебе заплатную дорогу. Я говорю, да не надо, говорю, это. Я сейчас Яндексу напишу. Ну, разберусь. Че и как. Она говорит, да держите, держите, короче. Дала мне еще 500 рублей сверху за платную дорогу. Ну, потому что это вообще какая-то дичь. Я сейчас буду писать, разбираться с Яндексом. Почему? Ну, то есть, даже вот, ну, раньше в навигаторе, когда платная дорога, он показывал, да, там красный значок вот этой вот платной дороги, все. Сейчас не было никакого такого значка. И в итоге я заплатную дорогу отдал 450 рублей. Вот так вот. И вот следующий заказ пришел. 1,60 коэффициент. Я не знаю, это все по апрелевке. Может, здесь какой-то каратыш. Может быть, куда-то в город. Если каратыш, то все, закрываю и все, едут домой. А то с этой платной дорогой меня настроение вообще это. Не очень. Пацаны, 5 минут. Коэффициент 1,6. Как думаете, сколько будет стоить эта поездка? 1,6 коэффициент. 168 рублей. 168. Пора отдохнуть. 1 час, 20 минут. Да, конечно, пора отдохнуть с такой работой. Все, я еду домой. Сейчас, наверное, помою машину здесь. Или не помою. Слушай, нет слов, одни эмоции от сегодняшней смены. Где-то тут развернулось-то. Собачка, привет, сорян. Ну что, ребятушки, я приехал домой. Время 23.30. О, сегодня смена получилась. Во-первых, долго. Во-вторых, сколько я часов сегодня отработал. Машина проработала 13 часов. 365 километров. И сегодня очень много было каких-то странных заказов. Ну, не то, чтобы много. Но вот предпоследний заказ. Когда я ехал там по платной дороге. В итоге Яндекс послал меня лесом. Никто мне ничего не будет возвращать. Благо, пассажир мне там денег дала. За эту платную дорогу. Хотя, в теории, наверное, это все же больше мой косяк. То, что, я не знаю. Я первый раз по дороге ехал. Яндекс никаких указаний там не давал. То есть, вообще не было знаков, что платная дорога. То есть, короче, ну, сложилась такая ситуация. В общем, ладно. Проехали. В общем, пятница. 13 часов машина работала. 365 километров. И грязными у меня 11 788 рублей 10 копеек. Я сейчас покажу это все. Ну, скриншотики, как обычно, приложу. Вот. Благодаря вам, комиссию Яндексу, я сегодня не платил. Ну, вернее, я заплатил всего 427 рублей. Это, по-моему, с двух заказов, с последних. Да. Это с двух последних заказов я отдал 427 рублей Яндексу. А так, потому что вы регистрируетесь как самозанятый, указываете мой промокод. Я получил промик один. И вот сегодня отработал с промиком, не заплатил Яндексу комиссию. То есть, не покупал смену, не заплатил комиссию. И в итоге я сегодня в хорошем плюсе. И вот получается за вычетом комиссии 11 360 рублей. Так. Что еще у нас? 11 360 рублей. 17 заказов. И я, кстати, добил до золота. 8 070 баллов. Ну, теперь нужно добить до платины. Яндекс уже отправляет спать. На бензин я сегодня потратил 3 500. Но у меня сейчас еще полный бак, мне еще на завтра хватит. Поэтому будем считать так же стабильно. Полторы тысячи у меня ушло на бензин. 2 600 аренда. Полторы тысячи на бензин. 427 рублей комиссия. И сколько чистого у меня остается. В общем, я сейчас не посчитаю. Кто посчитал, пишите в комментариях. Пишите, как отработали сегодня свою смену пятницу. У меня сегодня, кстати, гышники останавливали. Ну, посмотрели путевой, отпустили. Все нормально. Кстати, ребят, совсем забыл. По чаевым сегодня где-то примерно сотка получилась. Также сегодня днем мне пришло уведомление, что мне на кошелек перевели денежку. 2 рубля. Мелочь, а приятно. Спасибо большое. Потихонечку идем к нашей цели. Копим на GoPro. Копим на микрофон нормальный. Сейчас уже отключил микрофон. Уже все, пошел домой. Забыл просто сказать про это. Вот добавляю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok